Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня тема нашей с вами лекции «Русская православная церковь в 17 веке. Церковный раскол». Надо сказать, что вообще в истории русского государства православная церковь играла всегда очень существенную роль, но, пожалуй, не было такого века, в котором бы она играла более существенную роль, чем в веке 17. Век 17 у нас начался с событий смутного времени и в том, что Россия сохранила свою государственность, в том, что мы не были расчленены на какие-то отдельные территории и растащены нашими добрыми соседями, в первую очередь Речью Посполитой и Швецией. Большая заслуга именно русской православной церкви, лидер которой патриарх Гермоген активно призывал к борьбе с иностранными захватчиками, благословлял народное ополчение и всячески поддерживал патриотический настрой русского народа. А вот другая часть русских священников в эпоху смутного времени заняла несколько иную позицию, согласившись на то, чтобы на российском престоле сидел польский королевич Владислав, который должен был принять в этом случае бы православие. И вот здесь вот таким персонажем, который как раз и олицетворяет ту часть русской церковной иерархии, которая пошла на соглашение с иностранными интервентами, олицетворяет Филарет Никитич Романов или Федор Никитич Романов, человек, который был отцом первого русского царя из династии Романовых и с 1619 по 1634 год был русским патриархом. После окончания смутного времени русская православная церковь заняла особенное положение в русском государстве. Связано это было именно с тем, что возникла такая своеобразная симфония между двумя ветвями власти. Между властью светской, царской и властью духовной, церковной. Объясняется вот эта симфония достаточно простыми вещами, потому что русскую церковь тогда после смутного времени возглавлял отец Филарет Романов, а русское государство возглавлял, был царем, его сын Михаил Романов. Поскольку русское государство того времени было крайне патриархальным, то естественно почитание старших, почитание отца было в крови у любого русского человека, в том числе и у Михаила Федоровича Романова, который оказался послушным сыном для своего отца патриарха Филарета. Вообще патриарх Филарет в нашей истории фигура достаточно любопытная. Вообще в миру он был боярином Федором Никитичем Романовым, его тетка Анастасия Романова была первой женой Ивана Грозного, а сам он приходился двоюродным братом последнему царю Рюриковичу Федору Иоанновичу. И поэтому, когда династия Рюриковичи пресеклась, Федор Никитич Романов был одним из главных претендентов на российский престол, но проиграл борьбу политическую Борису Годунову. В результате заговора был насильно пострижен в монахи вместе со своей женою Ксенией Шестовой в монашестве Иннокеней Марфой. И долгое время был отодвинут от политической борьбы, но возвращен в эпоху первого самозванца, Лжедмитрия I. А далее при втором самозванце, Лжедмитрия II, Тушинском воре, Филарет Романов становится вторым патриархом на Руси. Тушинским патриархом его привезли из ростовского монастыря, где он был настоятелем в Тушинский лагерь к самозванцу и провозгласили патриархом. Впоследствии историки императорской России, романовского периода будут говорить о том, что это произошло насильственно и что патриарх Филарет, естественно, не стремился составить конкуренцию законному тогдашнему патриарху Гермогену. Но, тем не менее, факт такой был. Когда в 1610 году Птушинский лагерь развалился и в Москве установилась власть Семибоярщины, Филарет Романов пошел на договор с боярским правительством и в качестве одного из послов от этой самой Семибоярщины участвовал в переговорах с польским королем Сигизмундом, где вскоре оказался под арестом из-за того, что не согласился на сохранение католичества королевичем Владиславом, который должен был занять русский престол. Филарет Романов настаивал на то, чтобы будущий русский царь обязательно принял православие, но вот у короля Польши Сигизмунда III была другая точка зрения. Филарет оказался в заключении, из которого выбрался только после заключения Дионлинского перемирия в 1618 году. Он возвращается на родину в 1619 году из Речи Посполитой и в этом же году его провозглашают официальным русским патриархом. У нас вообще патриаршая власть на Руси отсутствовала почти 7 лет с 1612 года со смерти патриарха Гермогена и вот до избрания на патриарший престол Филарета Романова. А далее при царе Михаиле Федоровиче, как я уже сказал, между властью духовной и властью светской возникла настоящая симфония. Более того, Филарет играл даже до своей смерти в 1634 году большую роль в управлении государством, чем сам царь. Он имел титул великого государя, его подпись на царских грамотах ставилась выше подписи царя и он сам время от времени издавал указы, которые по своей юридической силе были приравнены к указам царским. Это очень серьезно повлияло на распространение в среде русского духовенства такой любопытной теории, как священство выше царства. У нас вообще борьба между властью духовной и властью светской, дискуссия о том, кто выше, царь или патриарх, велась достаточно давно, еще с начала 16 века. И вот сейчас, когда совершенно очевидно, что более главную роль в государстве играл именно патриарх, идея священства выше царства, преобладание духовной власти на светской, стала среди наших церковных иерархов очень и очень популярной. При Филарете Романове очень серьезно укрепилось и политическое и экономическое положение церкви. Филарет Романов, по сути, создал в составе русского царства того времени такое государство в государстве, патриаршую область, которая не только владела большими земельными наделами, но и находилась под непосредственным управлением самого патриарха, который имел право даже раздавать земли в поместье своим патриаршим дворянам. Монастыри при Филарете Романове получали большие земельные пожалования и к моменту его смерти в 1634 году церковь русская православная находилась на вершине своего могущества. Но вот далее эта симфония духовной и светской власти несколько разрушилась в связи с тем, что следующие русские патриархи уже не были родственниками царя. Но тем не менее с середины 17 века русской православной церкви происходят очень важные процессы, которые напрямую затрагивали государственный интерес. Это так называемая церковная реформа. Мы ее знаем как реформу, которую провел патриарх Никон, но началась она несколько ранее. В чем были причины необходимости церковной реформы для русской православной церкви? Ну, во-первых, в том, что к середине 17 века выявилось достаточно серьезное разночтение между тем, как понимают священные тексты и священные обряды в греческой Константинопольской церкви и в церкви русской московского патриархата. К сожалению, к этому времени в русских священных книгах накопилось большое количество разночтений, иногда и откровенных ошибок. Связано это было с тем, что книги тогда в основном переписывались от руки, а переписчики не всегда могли достаточно качественно разобрать тот рукописный древний текст, который они переписывали, а иногда и просто были достаточно неграмотными, чтобы допускать ошибки. Ну, а поскольку священный текст это текст, который нельзя изменять, то вот эти вот ошибки накапливались, разночтения накапливались и передавались от переписчика к переписчику. Очень серьезные разночтения возникают и в проведении обрядов. В греческой церкви, например, уже в 16 веке было принято троеперстное крестное знамение, когда человек, желавший осенить себя крестом, складывал три пальца щепотью. На Руси же существовала более древняя византийская традиция, когда крестное знамение клали двумя перстами. Особенно эта ситуация усугубилась, когда в середине 17 века в результате очередной русско-польской войны в состав русского государства вошли земли левобережной Украины и город Киев. И вот здесь вот выявилась очень существенная разница в обрядах между малоросской, украинской и русской православными церквями. Малоросская церковь испытывала очень серьезное влияние греческих обрядов и греческой христианской традиции. Кроме того, малоросская церковь и ее священники были, ну прямо скажем, несколько более образованы по сравнению с русскими, хотя бы потому, что в Киеве еще в 1640-х годах было открыто очень серьезное такое духовное училище Киево-Могилянская академия. И наши русские священники, и наш русский царь Алексей Михайлович активно приглашали малоросских богословов, малоросских священников в Москву для того, чтобы те поучаствовали в исправлении обрядах и в исправлении священных текстов. Таким образом сложилось две идеи о том, каким образом надо исправлять богослужебные книги и церковные обряды. Одни священники настаивали на том, что надо обратиться к старорусской традиции, к решениям Стоглавого собора 1550 года или даже к более ранним церковным традициям эпохи чуть ли не Ярослава Мудрого. Другие говорили, что русская церковь ведет свой род от византийской, поэтому греческая церковь и греческая священная традиция должны быть образцом для русской православной церкви. Вопросы вот этой церковной реформы начинают очень серьезно обсуждаться в так называемом кружке ревнителей древнего или древнего, как сегодня принято говорить, благочестия, который сложился вокруг молодого царя Алексея Михайловича. Алексей Михайлович, царь Тишайший, был человеком крайне любопытным. Во-первых, он был хорошо образован, во-вторых, весьма наобожен, а в-третьих, проникнут некоторым таким мессианским духом. Очень четко восприняв идею о том, что Москва-третий Рим, Алексей Михайлович, видимо, где-то рассчитывал на то, что он сможет освободить Константинополь, древнюю христианскую столицу, от турок-османов и воссоединить греческую церковь с церковью русской. Вот эти вот мессианские идеи сформировали такую очень грекофильскую позицию царя Алексея Михайловича, которую он обсуждал со своими ближайшими друзьями. Вот этот самый кружок друзей и получил название ревнители древнего благочестия. Входили в него личный духовник Алексея Михайловича Стефан Ванифатьев, настоятель Казанского собора Иван Неронов, известные священники того времени Никита Минов, Никон и Аввакум Петров. Были в составе этого кружка и светские лица, в частности, например, известный боярин Федор Ртищев. И вот внутри этого кружка и возникает идея о необходимости изменять и церковные обряды, и церковные тексты. Большинство членов вот этого кружка настаивали на том, что в качестве основы надо взять старорусский вариант. Кроме того, вот именно эти ревнители благочестия стали, пожалуй, первыми на Руси проповедниками, которые обращались к пастве с проповедями. До этого такой традиции в русских храмах не было. И в этих проповедях звучала идея необходимости привести к священному образцу то, что у нас с вами существует. Очень серьезной проблемой в русской богослужебной практике того времени было так называемое многогласие. Дело в том, что русские православные церковные службы достаточно длительны, и там большое количество разных молитвенных текстов зачитываются или поются вслух. И, естественно, прихожанам выстаивать длинные службы достаточно трудно. Поэтому возникла такая практика, когда в разных частях храма одновременно читались разные молитвы или пелись разные песнопения. Это получило практику названия многогласия. При этом как бы церковный канон был сохранен. Все, что необходимо было во время службы произнести и спеть, произносилось и спелось. А то, что это делалось одновременно и приводило к такому своеобразному базару внутри храма, ну это вот было делом уже второстепенным. Но, естественно, что достойного вот как бы благочиния, благолепия при многогласии в храмах не было. И это страшно раздражало и царя Алексея Михайловича, и ревнителей древнего благочестия, которые требовали единогласия, то есть ситуации, когда молитва будет читаться только одна во время службы, и все они будут идти в установленном порядке. Вот этот вот кружок древнего благочестия и породил церковную реформу, которая у нас в первую очередь связывается с именем патриарха Никона. Патриарх Никон в миру Никита Минов, человеком был происхождение не очень знатного, крестьянского, и тем не менее получил неплохое церковное образование и занял даже достаточно высокий пост архиепископа Новгородского. Частенько наезжал в Москву, участвовал в работе кружка ревнителей благочестия и был весьма дружен с царем Алексеем Михайловичем. И когда пришла пора выбирать нового русского патриарха в 1652 году, Алексей Михайлович настоял на том, чтобы патриархом был избран именно Никон. Никон становится патриархом и первое же, что он делает, он прекращает всяческую дискуссию, заявляя о том, что образцом должен быть обряд греческий. Проводить реформу мы будем по греческому образцу, это дальше не обсуждается. Здесь Никона поддержал Алексей Михайлович, он тоже был сторонником именно вот такого исправления. И это привело к тому, что кружок ревнителей древнего благочестия, соответственно, распался, потому что многие из его членов, в частности, например, Авакум Петров и Иван Неронов были категорически против греческой традиции. Они-то и станут первыми лидерами старообрядческого движения в России. В 1653 году Никон направляет по монастырям и церквам патриаршее наставление, в котором описывается то, каким образом нужно проводить благослужение теперь. Тут упоминается и троеперстное крестное знамение, и единогласие, и другие серьезные отличия в обрядах. Но далеко не все эту идею приняли, потому что это был разрыв с русской традиционной стариной. Ну и вообще надо сказать, что сама идея исправления богослужения, она в головах людей того времени выглядела, ну прямо скажем, достаточно кощунственно. Потому что любая религия, она в принципе основывается на том, что человек обращается к Богу через священника, через определенный четко прописанный ритуал. И если этот ритуал правильный, значит соответственно и обращение к Богу дойдет. А если ритуал неправильный, то вот здесь возникает вопрос, а кому мы тогда молимся? Может быть молитва наша, которая не по правилам производится, совсем не наверх в небеса к Богу обращена, а наоборот в гиену огненную к дьяволу. И получается, что после вот этого наставления Никона, что долгое время все русские люди, все русские священники молились неправильно, то есть по крайней мере являлись еретиками, а в предельном выражении вообще сатанистами. Так что ли выходит? Естественно, что воспринять это было очень трудно. И поэтому для того, чтобы продавить решение Никона, потребовалась целая серия церковных соборов, из которых особенно выделяются соборы 1654 и 1656 года, на которых велась очень яростная дискуссия о том, как им должен быть церковный обряд. И в конце концов, под давлением царя Алексея Михайловича, он принимал большое участие в этих соборах. На соборе 1656 года было признано, что старый обряд действительно является ересью. И вот это вот и породило церковный раскол. Русская православная церковь и русский народ разделился на две группы. Новообрядцев и старообрядцев. Сторонников никонианского образца и тех, кого никониане, сторонники официальной церкви, будут называть раскольниками. Однако долгое время эта дискуссия продолжалась, если не на церковных соборах, то по крайней мере у алтарей церквей и даже на улицах, потому что противники Никона начали яростную проповедь против нового обряда. Здесь вот нам с вами нужно понять, какие же изменения произошли в обряде согласно тем наставлениям, которые дал патриарх Никон. Чем отличается новый и старый обряд, новая и старая вера? Ну, в некоторых вещах я уже сказал. Староверческое двуперстное крестное знамение было заменено трехперстным знамением из трех пальцев. Не случайно староверы будут презрительно называть сторонников Никона щепотниками из-за того, что вот при крестном знамении пальцы складываются щепотью. Старая вера предполагала, что во время моления люди били земные поклоны, падая на колени в церкви. Никон сказал, что в этом нет необходимости и достаточно будет поясных поклонов, как сегодня у нас в церкви принято. Заканчивалась церковная служба обычно возгласом Аллилуйя, то есть славим Бога, но по старой вере этот возглас в конце богослужения произносился дважды. Это была так называемая сугубая двойственная Аллилуйя. Теперь ее заменили на трегубую или тройственную Аллилуйю. Этот возглас провозглашался три раза. По старой вере крестный ход в конце богослужения по церкви совершался, так сказать, по салонь, то есть по ходу движения солнца или по часовой стрелке. Теперь же был принят противосалонь, крестный ход против часовой стрелки и теперь полагалось священникам обходить храм именно против движения солнца. Ну и наконец старое верческое многогласие в храме было заменено единогласием, а староверческий восьмиконечный крест, где основная фигура креста была украшена еще небольшой перекладиной сверху и наклонной перекладиной в нижней части креста, была заменена никонианским четырехконечным крестом. Сегодня нам, тем людям, которые, ну в общем-то, не являются очень верующими, сильно воцерковленными или вообще атеистами, такие изменения в обряде кажутся несущественными, чтобы вызвать какое-то серьезное общественное недовольство, общественную дискуссию или тем более даже раскол общества. Но в те времена вот такие с сегодняшней точки зрения мелочи имели очень большое значение, потому что, повторюсь, религия построена именно на обряде, который должен быть исполнен четко по образцу от и до. Церковная реформа продолжала насаждаться при очень активном участии светской власти, но между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем намечается определенный конфликт. Дело в том, что Никон человеком был крайне честолюбивым и абсолютно уверовал в то, что священство выше царства. И вот эта идея превосходства духовной власти на светской Никоном в качестве таких назидательных проповедей адресовалась Алексею Михайловичу, что постепенно у Алексея Михайловича, божьего помазанника, вызывало вполне определенное раздражение. Никон стремился вмешиваться не только в духовные, но и в политические решения государя, зачастую силой навязывая их царю. И в конце концов царь все реже и реже стал приглашать Никона для каких-то обсуждений на заседание Боярской думы. В ответ Никон предпринял Демарш в 1658 году. Он заявил о том, что раз царь не желает прислушиваться к его никоновской точке зрения, не желает признать право патриарха великого государя, а Никон тоже назывался великим государем на главенство в государственных делах, то он патриарх, больше не патриарх. Никон самовольно оставляет московский патриарший престол и демонстративно удаляется, прошу прощения, в Ново-Иерусалимский монастырь под Москвой. Этот монастырь был основан самим Никоном и носил очень претенциозное название Нового Иерусалима. Никон, видимо, надеялся на то, что царь Алексей Михайлович призовет его обратно, поскольку нельзя церкви без патриарха, но Алексей Михайлович не позвал. Никон оказался в ситуации такой обиженной дамочки, которая демонстративно уходит, надеясь на то, что ее вернут обратно, а ее не возвращают. Более того, Алексей Михайлович использовал вот это вот отставление престола как повод для опалы для патриарха Никона и для последующего его низложения. Низложение Никона произошло на Большом Московском церковном соборе 1666-1667 годов, на которые Никон был доставлен в качестве подсудимого и наши священники приняли решение о том, что Никон должен быть официально сведен с патриаршего престола и отправлен на покаяние в монастырь. Вскоре так и будет сделано и конец своей жизни Никон проведет в монастыре. Умрет он в монастырской келье в 1681 году. Но что парадоксально, вот этот Большой церковный собор 1666 года, отстранив Никона от власти, все начинания Никона абсолютно поддержал. Реформа была еще раз официально закреплена. Более того, все старообрядцы, раскольники были приданы церковному проклятию и отлучению от церкви, то есть анафеме. С этого момента они уже люди, не входящие в лоно русской церкви. Вот этот собор 1666 года закрепил такой окончательный раскол русской церкви. И некоторые наши фольк-историки, которые очень любят обращать внимание на различные символические цифры, говорят, что не случайно вот это произошло в 1666 году. Но мы же с вами знаем, что три шестерки это число зверя. И вот именно вот этот дьявольский 1666 год окончательно расколол русскую православную церковь. Обычно вот такие построения наших криптоисториков, фолк-историков, базируются на том, что игнорируется факт, что в русском государстве до Петра I в XVII веке было другое летоисчисление. Когда года считались не от Рождества Христова, как было принято в Европе, а от условной даты сотворения мира, которая от даты Рождества Христова отступает на 5508 лет. Таким образом, год вот этого церковного собора, который мы сегодня называем 1666, для русских людей того времени таковым совершенно не являлся. И никакой цифровой магии здесь искать не надо. Надо сказать, что даже анафема на вот этом церковном соборе лидеров старообрядческого движения и многих их сторонников не остановила. Движение старообрядчества набирает обороты, и очень многие и в среде простого народа, и в среде священников, и в среде даже аристократии оставались приверженцами старой веры. Духовным лидером старообрядчества становится знаменитый протопоп Аввакум Петров. Когда-то большой друг царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, теперь Аввакум гневно клеймит их в своих проповедях, заявляя о том, что они впали в ересь, продались сатане, и задевая в своих проповедях уже не только патриарха, но и самого государя, Никон, точнее, прошу прощения, Аввакум неизбежно должен был попасть под государственные репрессии. Сначала его отправляют в далекую ссылку, в Сибирь, где пытаются увещевать и убедить, чтобы Аввакум согласился принять новую веру. Но протопоп был неистов, не соглашался. Там же в ссылке он написал свое знаменитое жизнеописание «Житие протопопа Аввакума», известный памятник 17 века, в котором свою автобиографию создал в так называемом стиле от третьего лица. И это, пожалуй, одна из первых автобиографий в русской литературе. Замечательный памятник. Поскольку Аввакум продолжал клеймить государственную и церковную официальную власть, не соглашался на примирение, то в конце концов он был посажен в монастырскую тюрьму. А в 1682 году, когда на престоле был уже не Алексей Михайлович, а его сын Федор Алексеевич, протопоп Аввакум, был приговорен к смертной казни за хулу на государя и сожжен в срубе. Вот это вот сожжение протопопа Аввакума и некоторых его близких товарищей, это такая не очень приятная традиция в русской церкви. У нас обычно сторонники православия говорят о том, что от католичества мы отличались тем, что еретиков не жгли. Но вот, к сожалению, историческим фактам это противоречит. С другой стороны, сожжение лидеров старообрядцев стало поводом для такого любопытного явления, трагического явления, которое было одной из форм сопротивления насаждению нового религиозного обряда. Это знаменитые старообрядческие гари. Когда старообрядцы, не желая подчиняться государственной власти, сами себя сжигали, считая, что они страдальцы за веру и таким образом прямо попадают на небо. По примеру сожженного патриарха Аввакума, лидера старообрядцев, души сгоревших в гарях попадают в объятия Господа. Но не все занимались вот таким, как бы сказать, пассивным сопротивлением. Очень серьезное сопротивление введению нового обряда оказали некоторые наши аристократы. Причем, что интересно, женщины здесь из аристократических семей были гораздо более яростными сторонниками старой веры, чем мужчины. Наиболее ярким примером является боярыня Феврония Прокофьевна Морозова, героиня знаменитой картины нашего художника Василия Сурикова. На этой картине мы с вами видим, как боярыню Морозову царские стрельцы увозят в ссылку. Действительно, вот эта женщина, которая была родственницей боярину Борису Морозову, дядьке, наставнику царя Алексея Михайловичу, то есть принадлежала к самым высшим кругам аристократии, со своими товарищами и товарками, среди которых была, например, княгиня Урусова, яростно критиковали новые обряды, в результате тоже были отправлены в ссылку, в тюремное монастырское заключение на покаяние. И, как говорят источники, в первую очередь старообрядческие, по приказу царя, боярыня Морозова и ее сотоварищи были в этих церковных тюрьмах, по сути дела, в ямах, выкопанных в земле, уморены голодом. То есть власть государственная с старообрядцами боролась путем политических репрессий, опала ссылка и даже казни. Наиболее ярким примером сопротивления старого обряда новому стало знаменитое Соловецкое восстание или Соловецкое сидение. Это было одно из самых крупных старообрядческих восстаний в 17 веке, когда в течение восьми лет с 1668 по 1676 год монахи Соловецкого монастыря оборонялись от осаждающих монастырь царских войск. Соловецкий монастырь расположен на островах в Северном море, в очень суровой климатической природной зоне. Строился этот монастырь как каменная крепость и во время русско-шведской войны середины 17 века действительно представлял собой укрепленный пункт, в котором были и пороховые запасы, и запасы оружейные, и сами монахи этого монастыря, люди суровые, были приучены к воинскому делу. Когда в Соловецкий монастырь пришло наставление от патриарха Никона, большинство тамошних монахов с этим наставлением не согласилось, отказаться от истины, как они считали старой веры, не пожелали, изгнали сторонников Никона и, что называется, сели в осаду. Чтобы сломить сопротивление Соловецких монахов, Алексею Михайловичу пришлось посылать войско Государева под этот монастырь, которое взять его сходу не смогло. Монахи достали из монастырских погребов вооружение, оружие, выкатили на стену пищали и пушки и 8 лет сопротивлялись царским войскам. В конце концов, конечно, Соловецкий монастырь был взят. Войско под командованием царского воевода Мещеринова взяло соловки и устроило настоящую кровавую расправу над монахами этого монастыря. Вот такая расправа царских воевод над участниками Соловецкого восстания может быть увидена на знаменитом старообрядческом лубке XIX века. Таким образом, раскол в обществе с введением церковной реформы был серьезный и преодолен он не будет очень долгое время. Долгое время вслед за Алексеем Михайловичем следующие наши цари из династии Романовых будут очень жестко действовать по отношению к старообрядчеству. Некоторые послабления появятся только в XIX веке, а окончательно примирение двух церквей, нового и старого обряда, произойдет только при советской власти в 1970-х годах. Если говорить о последствиях этой церковной реформы, никонианской церковного раскола, то здесь, как у любого другого исторического явления, есть черты положительные, а есть черты отрицательные. К положительным последствиям церковной реформы мы можем отнести единообразие, унификацию обрядов с греческой и малороссийской церковью, исправление богослужебных книг и даже символа веры. С другой стороны, положительным последствием было то, что церковная власть и власть государственная выступали единым фронтом, и даже в низложении патриарха Никона и укрепление идеи того, что именно царская власть выше власти патриаршей способствовало объединению церкви и государства. Введение греческих обрядов, необходимость переписывать книги на греческий образец, активное взаимодействие с выпускниками Киева-Могилянской академии привели к тому, что наш церковный клир, наши священники заметно повысили свой уровень образованности. И вообще надо сказать, что в русской церкви со второй половины 17 века вот эти вот самые выпускники Киева-Могилянской академии, украинские ученые-священники будут играть очень существенную роль. К минусам церковной реформы Никона, кроме собственно раскола православной церкви, можно отнести и очень серьезный отток населения из центральных районов. Спасаясь от насильственного насаждения новой веры, те люди, которые желали сохранить приверженность старому обряду, бежали на окраины государства. Неудивительно, что основными старообрядческими районами у нас в России до сих пор остаются Север, Поморье, Урал и Южные районы, казахские районы. То есть вот как раз именно окраины тогдашнего русского государства. Надо сказать, что старая вера будет постоянно подниматься на флаг, будет очень важным фактором во всех крупных народных выступлениях 17-18 века, которые произошли после Никоньянской реформы. Про Соловецкое восстание я уже говорил, но и в крупном восстании Степана Разина, и в стрелецких бунтах конца 17 века, и в казачьем восстании Кондратья Булавина в эпоху Петра I, и даже при Емельяне Пугачеве вот эта вот идея восстановления старой веры, восстановления старых порядков, возвращение к до Никоньянским временам будет одной из главных повстанческих идей. В общем, можно сказать, что церковная реформа породила некий конфликт власти и общества. И вот этот конфликт очень долгое время не будет преодолен. Некоторые наши современные историки даже говорят о том, что вот этот конфликт и старообрядческое движение будут играть очень большую роль в всевозможных бунтах и мятежах, и даже в революциях начала 20 века. Так или иначе, русская православная церковь в 17 веке прожила очень бурную и насыщенную жизнь, пережила очень серьезные потрясения, но уже в начале 18 века ее ждали более серьезные изменения, которые сделают русскую православную церковью, церковь одним из органов государственной власти. Царство окончательно победит священство при Петре I. Спасибо за внимание. Всего доброго.